Я хочу в этом уроке поделиться с вами своим пониманием этого нашумевшего блокбастера Курочка Ряба. Нашумевший блокбастер, правда? Ну вообще, здесь начнем. Итак, Курочка Ряба, сказка. Жили-были дед да баба. Смотрите, дед да баба, они жили... Были. Ну вот так вот, да. Товарищи, значит, то, что дед да баба, они жили и были, это подразумевает то, что на период, на момент описания событий, у них за плечами есть некоторый жизненный опыт, который не просто ниточкой, а канатом продолжается на протяжении десятилетий. То есть, эти дед да баба, они жили-были. Здесь можно смело предположить, что у них за плечами, давайте, прожито, ну, 30 лет у каждого, поэтому они дед да баба. Ладно, я шучу. Мы всегда остаемся молодыми, красивыми и успешными. Ну ладно, жили-были дед да баба, то есть, у них есть за плечами, ну, ладно, поскольку это дед да баба, ну, 35 лет точно. Ну, учитывая то, что это речь не про наших современников. И у них за плечами есть жизненный опыт. Зачастую человек является его заложником. Вот я часто говорю, что новые идеи слабее старых привычек. Эти нейронные связи, как метафора можно представить их, зачастую прокладывают настолько тяжелые, настолько недвижимые, металлические рельсы, что если у человека на рельсах написано, что денег заработать невозможно, то даже когда он увидит перед собой возможность это сделать, он будет говорить, нет, невозможно, невозможно. Если у человека этими рельсами на внутренней стенке черепа написано, что все мужики козлы, то он будет требовать от себя необходимости искать и находить подтверждение своим убеждениям. Поэтому вот эта зарисовка для меня, что это дед да баба, это как зарисовка того, что люди имеют за плечами некоторый жизненный опыт, который с одной стороны оказывает им важную услугу, позволяя не включать голову каждый раз при необходимости запихивать ноги в сапоги, а с другой стороны и не дает возможности куда-то в другое место, кроме сапог, их засунуть. Поэтому вот это «Жили-были дед да баба». Давайте я буду тоже плавно здесь вписывать с точки зрения конспекта. Мы так начали с позитива. Конечно, плавно вначале вместе с вами, разливаясь смехом, рождалась мысль, может быть, тогда начать снова. Запись посерьезней. Но ведь в этом-то и заключается задача здесь. Быть готовым к золотому яйцу – это значит быть готовым, что что-то может пойти не так, как вы привыкли. И вы не будете плакать по этому поводу, а вы примете с радостью и благодарностью этот момент, будучи новому опыту открытым, в отличие от деда да бабы. Сказка зачастую – это даже не о том, как надо. Это о том, как не надо. Итак, у деда и бабы есть опыт за плечами. Они вылупились не вчера. И, имея за плечами опыт, человек с одной стороны является его заложником, а с другой он может его использовать. Знаете, вспоминаю выражение в тему «человек обжегся кипятком, на всякий случай дует теперь на каждое молоко». И так же здесь. Поэтому жили-были, дед да бабы. Мы плавно входим в это пространственно-временное безвременье. Из ниоткуда в никогда можно добавить здесь. Тоже вот эта зарисовка к тому, что о чем здесь происходит речь, это актуально было тогда, это актуально сейчас, это актуально будет потом. Итак, поэтому какой же смысл можно отсюда извлечь? Я делюсь с вами тем, что отсюда извлекаю я. С вами Альберт, а это праздник всегда, наша встреча с вами. Правда? Чувствуете? Итак, у деда и бабы есть за плечами некий опыт. Они жили-добыли. То есть у них есть жизнь и бытие за плечами, которые они и сейчас обслуживают. Любой человек перед вами... Знаете, вот выражение в тему. Красноречиво о человеке говорит не то, что он извлекает из уст своих, а то, частью какого мира он является. Человек, как правило, рот свой открыв, стремится воспроизвести мир, продуктом которого он является. И вы начинаете хотеть то, что хочет ваше окружение, и ненавидите то, чего у вашего окружения нет. Потому что люди, взаимодействуя друг с другом, начинают вторгаться друг в друга своим опытом за плечами. Они же пришли не из сферического коня в вакууме, из ниоткуда. Они пришли откуда-то. И вот также здесь дед да баба. У них есть опыт за плечами. И вот здесь как метафора. В котором курица сносит только обычные яйца. У них есть опыт за плечами, в котором курица сносит только обычные яйца. И никак по-другому быть не может, ни при каких обстоятельствах. А если что-то произошло по-другому, то их организм начинает издавать хаотичные истеричные конвульсии, пытаясь с этим справиться, хотя бы разбив на худой конец. Но и это у них не получится. Если некоторого знания нет у вас внутри, то даже столкнувшись с ним лбом о лоб, вы не сможете его понять. Знаете, вспоминаю зарисовку в тему «Не наливать в полный стакан». Если у вас не оттренирована способность радоваться, то вы не сможете радоваться, даже когда человек очень старается шутить перед вами. Если у вас атрофирована, не оттренирована способность испытывать уважение, потому что вы никогда не видели его, то как тогда вы сможете строить долгосрочные взаимоотношения, основой которых является уважение и благодарность? И вот об этом речь. То есть мы плавно продвигаемся дальше. У них была курочка-ряба, и она у них была, и она у них продолжалась и продолжается, которая регулярно сносила обычные яйца. И, конечно, таким образом, они уже привыкли к такому положению вещей. Если, например, ваш друг регулярно опаздывает на встречи с вами, вы привыкаете к тому, что он опаздывает. Вы потом будете зависеть от того, чтобы он опаздывал. А если он хоть раз придет вовремя, что-то здесь не то. Человек привыкает ко всему, вне зависимости от того, нравится это ему или нет. Он привыкает. Ему может начинать нравиться, что ему не нравится. Он привыкает к этому. Он настаивает на том, чтобы это происходило дальше. И, таким образом, эта курочка обычными яичками приучила их к тому, к этому положению вещей. У вас нет сомнений в том, что утром солнце взойдет на востоке и уйдет на запад. Вы к этому привыкли до мозга костей. У вас нет сомнений в том, что 2 плюс 2 — 4. А что, если не 4? А что, если и 2 нет? Как? С одной стороны, человек является тем, кто использует язык для решения своих актуальных задач. Но с другой стороны, были бы эти задачи, если бы не было языка. А с третьей стороны, человек является заложником языка. Потому что это грубые фигуры. Когда человек видит только то, чему есть имя в его языке, но его он и не увидит. Правда же? Ну так вот. И также здесь человек, они, баба с дедой, привыкли к этому положению вещей, когда годами, а может десятилетиями, курочка сносила обычные яички. Дело не в том, золотое или простое. То, что оно золотое, это что-то интересное, трогательно яркое, чтобы обеспечить передачу этой сказки дальше. Не требуя необходимости от каждого понимать ее значение. Курочка ряба у них была, то есть продолжалась, длилась. Снесла курочка яичко, как-то, как-то. Не простое, а золотое. То есть произошло нечто, что не вписывается в картину мира бабы с дедой. Нечто, что никак не укладывается. Они пытаются это увидеть, когда на это смотрят, но не могут, это не вписывается. Они уже заложники своих старых схем, проложенных нейронными путями рельсов. Или рельс. Выбирайте, как хотите. Ты что путаешь окончания? Кто это сказал? Ты или тобой? Альберт, ты неправильно ставишь ударение в словах. Кто это говорит? Ты или тобой? Присмотрись, насколько глубоко ты сидишь на руке кукловода, когда тобою говорит нечто, что ты когда-то сам в себя впитал. Снесла курочка яичко, непростое золотое. То есть, произошло нечто, что никак не вписывается в привычную картину мира этих людей. Дед бил, бил, не разбил. Баба била, била, не разбила. Они наблюдают то, что не вписывается в их картину мира. С какой стати ты, птица, даешь нам не обычное яйцо, а золотое. Это не вписывается в наш уклад. Здесь мы видим то, как человек, представляя из себя систему, всегда стремится к своему гомеостазу, к равновесию. Если человек привык страдать и плакать, он будет бессознательно отталкивать от себя возможность порадоваться, почувствовать радость. И наоборот, счастливые люди не знают ничего о несчастье. Они счастливые, не знают о счастье ничего. И коварно, и не хотят знать, что не те, то и другие не хотят. Поэтому это баба с дедой. Почему баба с дедой? Потому что это вызывает позитивные эмоции у человека, сказку слушающего. Он заполняет эти слова как пустые рамки образами своих бабы-деда. Это о своих, о близких. Курочка, ух, какая курочка, сносила всегда обычные яички, а потом раз принесла золотое. А не опешили от этого, это не вписывается в привычный знаменатель. Не кладется, не влезает, не делится, не кратно. В суете начинают бить-бить-бить, не разбить, бить-бить-бить, не разбить. Как это поглотить? Как это впитать? Знаете, вспоминаю, если вы, чем большее желание вы испытываете что-то кому-то объяснить и донести, тем сильнее вы будете плакать, когда вы это сделаете и когда вы этого не сделаете. У вас не получится в любом случае, ты не нальешь в полный стакан, как и они не могут разбить золотое яйцо. Потому что нет внутри понимания, что и такое может быть. Нет внутри разрешения, я разрешаю тебе и золотые яйца приносить в наш дом. Есть суета и нервотрепка. Как золотое яйцо? Надо бить-бить-бить-бить. То есть, это метафора того, образ того, что человек начинает суетиться, нервничать и совершать неконтролируемые движения, чтобы хоть как-то вписать внутрь то, с чем он повстречался и чего внутри пока нет. И баба с дедой показывают отсутствие у себя способности пребывать лицом к лицу с этим золотым яйцом. Спокойно смотреть даже на то, что я не видел никогда. Быть способным пребывать лицом к лицу и спокойно смотреть на явления любого масштаба. Да хоть курочка снесет тьму бесконечную. Хоть она что снесет, вы можете спокойно на это смотреть. Люди избегают того, на что не могут спокойно смотреть. Я выше бросил зарисовку связанную с деньгами например. Сколько вы зарабатываете? Представьте, что вы зарабатываете в 10 раз больше. Начинают ладони потеть. То есть вот это важный момент от одного образа. Когда человек даже не способен представить, понятно, это не о деньгах речь, это понятный пример. Человек даже не способен представить того, чего в жизни у него нет. Именно поэтому этого у него нет. все порождается дважды. Сначала воображение, потом в мире физическом. Но в мире физическом ты не увидишь того, чего в воображении твоем нет, как и у них. У них не было в голове понимания, что может быть яйцо золотое. поэтому увидев золотое яйцо в яви начинают суетиться, делать все, чтобы от него избавиться, но даже избавившись от него начинают плакать. Били, били, не разбили, били, били, не разбили. Они пытались его разжевать и поглотить, растворив слизистый, не получалось. Пытались его разжевать и проглотить, растворив слизистый, не получалось. Вот об этом. Поэтому никогда ничего никому не доказывайте. Не учите жизни. С собой займись. Потому что если работать с неподготовленным человеком, ты утратишь веру в себя и станешь мошенником. Даже выражение в тему не крути бисером перед свиньей, а тот, кто это делает, всегда мошенник. Играя с ними, я же так ради вас стараюсь. Я не заставляю вас этот урок изучать. Нет, ну ты посмотри. А может, не надо? Еще метафора в тему. Всегда ешьте только ту еду, которую вам ставят на стол с любовью. Разговаривайте только с теми людьми, которые ценят ваше участие. Говорите только то в то ухо, которое было открыто. Наливайте только в тот стакан, который пуст. В противном случае человек, болтающий в закрытое ухо, наливающий в полный стакан, пытающий что-то кому-то доказать, он неизбежно утрачивает веру в себя и неизбежно начинает считать себя мошенником, потому что он им является. раз это делает. Поэтому важный момент здесь, что они били-били, не разбили, били-били, не разбили. Вместо того, чтобы спокойно смотреть, начинают суетиться, нервотрепить, беспорядочно, истерично совершать хоть какие-то действия, чтобы не съехать с кукухи. Если ваша курица снесла вам золотое яйцо, поставьте его рядом и спокойно на него смотрите. Дышите ровно, его наблюдая, без суеты. Мышка бежала, хвостиком задела, яичко упало и разбилось. Мышка, в данном случае, можно предположить, является помоложе бабы с дедой. Помоложе. То есть, можно здесь предположить, что она является более гибкой, как дерево, нежели сухие ветви бабы с дедой с точки зрения их когнитивных способностей. Мышка просто рядом пробежала, просто хвостиком задела и в тему въехала. То есть, мышка олицетворяет здесь ухо открытое. Баба с дедом ухо закрытое. Мышка олицетворяет здесь дерево гибкое, оттого живучее и не ломающееся под натиском ветра. Баба с дедой деревья высохшие. И вопрос это не в возрасте. Баба с дедой, я и так все знаю, как должно быть в этой жизни. Мышка, интересно, а как еще может быть? Мышка олицетворения молодости здесь и понимание, что я всего лишь мышка. Я об этом мире мало чего знаю. Век живи, век учись. Есть всегда новые и новые слои, которые аккуратно, ноготком, оттопырив, начинаешь отсваивать, замечая потом то, что ранее не заметил. Баба с дедой, я все об этом знаю. Чего вы тут будете меня учить? Они уже закончились, хотя физически продолжаются. Мышка в данном случае, даже не прикладывая усилия, въезжает в тему и золотое яйцо поглощает. Мышка бежала хвостиком за дело, яичко упало и разбилось. Дед плачет, баба плачет, о курочках кудахчет. Дед плачет и баба плачет. И вот здесь эта сказка завершается, почему они плачут в конце. Это нормальная реакция. Если бы они радовались тому, что мышка разбила, ах, они плачут, потому что им не удалось его разбить. Они поняли в этот момент времени, что они пока не готовы к восприятию нового. Но хотя бы это поняв, они создают условие, что новое понимать начнут. Они отдают себе отчет в этом. И они будут в большей степени готовы к тому, что золотое яйцо курочка снесет. Не плачь, дед, не плачь, баба. Снесу вам яичко, не золотое, а простое. Ну, здесь их, обратите внимание, курочка успокаивает. Не плачьте. Я, видите, все-таки позитивно выбрал завершать эту сказку. То есть, с одной стороны, можно сказать, они плачут, потому что настаивают на необходимости вернуться в привычное положение вещей, чтобы курочка приносила им простые яйца. И с жалостью курочка говорит им, ладно, я вам снесу не золотое, а простое, чтобы вернуть вас в привычный пузырь реальности, в привычные рельсы, по которым вы привыкли ездить. Но я выбираю считать, что они поняли в данный момент времени. Ведь это не баба с дедой. Баба и дед эти есть в каждом из нас в той или иной степени. Курочка есть в каждом из нас. Золотое яйцо или простое есть в каждом из нас. И мышка есть в каждом из нас. Баба с дедой — это устоявшееся понимание, видосохраняющая функция. Об воду горячую я обжегся, буду дуть на молоко. Курица — олицетворение внешнего мира, который одаривает нас своим вниманием. Иногда яйцами простыми, иногда яйцами золотыми. Когда вы тренируете свою способность повстречаться с нечто таким, что вы раньше никогда не видели, вы тренируете способность свою спокойно на это смотреть. Какое интересное золотое яйцо. Чему могу здесь я научиться? Что я могу с этим сделать? Как я могу это задействовать? Чувствуя радость от этого и благодарность. Мышка в данном случае — это ваше внутреннее состояние быть открытым новому. Я часто говорю, двери позитивных изменений открываются изнутри. Вы не можете заставить другого перестать страдать. Видите? А о чем это для вас? Это прекрасная, мудрая сказка, которая о чем угодно. Но не о бабе, не о деде, не о курице, не о яйцах и не о мышке. А о том, что человек является заложником привычного положения вещей. О том, что необходимо иногда прикладывать усилия, чтобы открыть двери изнутри чему-то новому. О том, чтобы иногда ставить под сомнение привычные устои какие-то, которые с одной стороны сохраняют вам время, а с другой стороны делают вас своим заложником. О том, чтобы смотреть спокойно на что бы с вами ни происходило. Ведь если есть что-то, на что спокойно вы можете смотреть, вы можете с этим работать и на это влиять. А если вы убегаете от золотого яйца, то тогда вы его не разобьете. Разбить здесь нечто. Это значит понять и впитать в себя, узнав, продвинувшись в своем развитии чуть-чуть. А больше, чем чуть-чуть и не надо, диффузный подход капля за каплей камень точит. Вот такое рождение мыслей, наблюдений образов по ходу из блокбастера, захватывающего курочка-ряба. С вами Альберт Сафин. А о чем эта сказка для вас? До скорых встреч, мои дорогие. Пока.